МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас сегодня в гостях в студии директора этой академии Гоголева Татьяна Афанасьевна. Добрый день. Здравствуй, Власей. Ну что ж, за эти годы уже множество детей носили гордое звание юного корреспондента, в том числе и я. Ну и что ожидает в новом учебном сезоне действующих юных корреспондентов? Ну, в республике ежегодно в сентябре месяце на базе детской городской больницы нашего города Якутска 60 детей со всех концов республики Саха-Якутия приезжают на образовательный тур «Родной край». Ну, как ты знаешь, Власей, это очень интересное время, время насыщенное, время много, вы в копилку своих знаний приносите, всегда долаживаете много знаний от наших ведущих профессоров Северо-Восточного федерального университета, от наших республиканских музеев, которые из года в год становятся интересными, много со временем они развиваются. И, конечно, по направлению наука и образования вы встречаетесь с профессорами, они вам делают лекции. По направлению наука и политикного века вы встречаетесь с депутатами. Здоровый человек, здоровое общество. Вы уже, вот ты, например, с шестого класса учился, из года в год, ты на базе детской городской больницы, благодаря государственной политике, получая восстановительное лечение, массажи, ЛФК, получал еще знания по методике, как уже сейчас модно говорить, культура здоровья. И эта культура здоровья, конечно, является самой основной для каждого человека, потому что здоровый человек, здоровая мама – это основа крепкого государства. Сейчас, к великому сожалению, мы очень быстро развиваемся, и не все родители и не все дети знают, что мозги у человека отдыхают с девяти до часу ночи. А ты это уже знал в шестом классе. Да, Татьяна Афанасьевна, действительно, во время образовательного тура у нас, ну мы очень рано поняли то, что важна каждая секунда, нужно ее ценить. У нас действительно не было свободного времени. Днем постоянно на выездах, различные пресс-конференции, а в свободное время после ужина у нас постоянно лекции, а по утрам медицинские процедуры. Но основное направление все-таки – это ознакомление детей с азами журналистики. Но мы также знаем, что Академия не ставит конкретную задачу воспитать только журналистов, ведь множество наших воспитанников работает успешно в других сферах. Что об этом можете сказать? Ну, я как автор этого проекта по инициативе первого президента Михаила Николаевича в 2000 году создана наша Академия. И когда мне предложили возглавить эту детскую организацию, это была большая ответственность. Тем более человеку, у которого шестеро детей на руках было. Ну, я согласилась. И сейчас я благодарю Всевышнего, что я работаю в такой интересной сфере. Из года в год новые дети приходят. С вашими успехами мы видим продукт своего труда. И, конечно, очень приятно. Я поздравляю тебя, Власий, с тем, что ты нынче являешься одним из успешных журналистов нашей республики. И поздравляю тебя, в этом году ты стал семьянином, сыграл свадьбу и желаю тебе счастливой жизни. Самое главное для каждого ребенка с детства знать, что он пришел в этот мир, чтобы стать счастливой мамой, счастливым отцом. Но чтобы жизнь была интересная, он выбирает профессию сам. И, конечно, вот как ты сказал, я как руководитель Академии не ставлю задачу обязательно быть журналистами. Я говорю, чтобы вы закончили любую профессию, умели. Но могли бы, благодаря знакомству с журналистикой, вы могли бы сделать большие авторские работы. Пусть это будет география, пусть это будет промышленность. Вот я, например, ты помнишь, может быть, Велену Андрееву из Хангаласского луса. Она у нас очень успешно училась в Красноярском университете золота и драгоценных металлов. Была там главным редактором университета. Сейчас она работает в Валдан золота. Ну, вот, может быть, тоже создала, видимо, семью. Вот когда вы создаете семьи, вы немножко отходите. Но это, наверное, просто чисто человеческие правильные моменты. И я, например, думаю, что работой в производстве, через которое это время у нас в Якутии появится журналист Велена Андреева, именно для развития промышленности будет работать. Да, надеемся, что это произойдет как можно скорее. Татьяна Аханасьевна, вот я помню, пришел к вам в Академию, будучи 13-летним мальчиком. И я пришел с конкретной мечтой достать спортивным журналистом. Ну, и слава богу, благодаря вам, безмерно вам благодарен, это у меня получилось. Будем дальше развиваться. Но давайте вспомним о других выпускников, которые, может быть, тоже пришли с какой-то определенной мечтой и добились того, чего хотели. Ну, с Северного Улуса, потом он переехал в Барагонцы, Ниргустанного приезжий. Например, у него была мечта жить и работать в Америке. И, конечно, вот, готовясь к твоей передаче, я узнала о том, что действительно наш Ниргустан работает в медиаагентстве, работает успешно, именно живет в том городе, где он мечтал, в Нью-Йорке. Ну, и многие наши выпускники являются гордостью нашего Северо-Восточного федерального университета. Вот Вика Федорова у нас здесь в НВК работает, у нас лидером женской инициативы является выпускница университета, и сейчас она магистранка, Нария Березкина. Ну, всех не перечислить, потому что через Академию с творческим проектом, конкурсом «Полярная звезда» более 250 тысяч детей республики прошло через нас. И, конечно, в преддверии десятилетия детства в Российской Федерации хочется, что наша национальная вещательная компания тоже уделит большое внимание детским проектам. И надеюсь, что, несмотря на финансовый кризис, у нас не будет кризиса души. Ну, я уверен, что каждый выпускник гордится тем, что он является частью этой большой семьи «Полярная звезда». Ну, а вернемся к действующим юным корреспондентам, которые сейчас еще в нежном возрасте и проходят обучение у вас в Академии. Давайте вот объясним телезрителям подробнее, поэтапно, что же из себя представляет образовательный тур. То есть приезжает ребенок, уезжает от родителей и 13 дней живет вот... Да, две недели он живет в детской городской больнице. На базе детской городской больницы он принимает процедуры, знакомится со своим здоровьем, как его беречь, как себя любить, как за собой ухаживать, чтобы жить долго. А сейчас действительно быть здоровым – это требование жизни, потому что больной человек не может приносить большую пользу для себя, в первую очередь, для республики. И ты, наверное, помнишь, что очень большая выносливость требуется, когда вы выезжали на образовательные туры «Россия, матушка моя», «Мировая цивилизация». Там скорость жизни сразу меняется. Меняем города, гостиницы. Очень быстро надо собирать материал, вот, допустим, для телевидения и радио. В мировой цивилизации, как ты помнишь, наши корреспонденты участвовали в 2005 году в Японии, в городе Ногоя. Из республики выехала большая делегация под руководством Вячеслава Анатольевича Штырова. В Венчихоне Евгения Исаевна Михайлова, вице-президент республики, была руководителем. В Шанхае Глушко Дмитрий Евгеньевич возглавлял. И они все поблагодарили меня лично за то, что дети в национальных одеждах являются послами своей республики. Благодаря нашим концертам, выступлениям. Если мы в другие павильоны ходим, за нашими детьми сразу кто-то идет в Якутский павильон. И наш павильон был всегда живым. Живым талантом наших детей, живым речью Якутии. И на русском языке говорят наши дети, и на якутском. И, конечно, мы гордились тем, что, допустим, Аня Сидорова с Намского улуса, Катя Беседина из города Якутска, Жанна Никонова. Они все очень хорошо владели иностранными языками. И могли на всех языках, ну, допустим, Катя вообще владела тремя языками, Ира Постникова, даже перевозчиком была официальной делегации Европы, в котором входили и французы, аргентинцы, англичане, американцы, да. И они с Нюргустаном, новоприезжим, были официальными перевозчиками. И это все практика. И большую практику дает, конечно, Международный детский пресс-центр. Говорят дети, которым мы официально через каждые 4 года работаем во время игр «Дети Азии». А сейчас мы готовимся выехать в Монголию. И вот дети, которые сейчас попадут на образовательный тур «Родной край», естественно, они будут потенциальными кандидатами попасть в сборную журналистов в Монголию. По какому принципу будут отбираться дети на выезд в Монголию? Ну, ты в Власии сам знаешь, мы выбираем детей по желанию. Даже человек талантливый, он ленивый, он никогда ничего не сделает, да. Но талант, плюс к нему терпение, плюс к нему трудоспособность, выносливость, потому что все выезды сопровождаются с ранней пробудкой, с очень быстрой скоростью передвижения. И вечерним режимом. И, конечно, у нас есть свои, мои конкретные требования, которые должен выполнять каждый юнкор. Это ты на себе знаешь, да? Да, не понаслышке знаешь. Не понаслышке. И это, конечно, думаю, одна из особенностей образовательной программы нашей академии, что конкретно есть другой режим. Режим, который отличается и от школы, и от университета. Потому что здесь есть практика, здесь есть теория, здесь есть конкретно семейные отношения. Так как дети уже уехали от семьи, и не только ты директор, не только ты там учитель, но ты еще и мама, и папа, и близкий родственник, который отвечает. Будь он в Якутске во время родного края, будь он в российских городах, будь он за рубежом, ты отвечаешь за жизнь и здоровье детей, веренных тебе родителями. Ну да, действительно, академия это особое место, я бы сказал, вот есть школа, вот есть университет, это тоже отдельная школа жизни, которая является нашей академией, это наша большая семья. Татьяна Афанасьевна, вот выделите три главных требования к юным корреспондентам. Ну, во-первых, надо быть самостоятельным, научиться быть самостоятельным, потому что конкретный режим, и ты должен кушать вовремя, и если ты вовремя не поел, ты уже плохо будешь работать. Если ты не выспался, ты тоже не будешь работать, и поэтому от домашнего режима тут появляется семья, но с отдельными требованиями. Да, Татьяна Афанасьевна, о следующих двух пунктах мы поговорим после короткой рекламы. Славьев, снова летний эфир. Сегодня мы в преддверии начала нового учебного года и образовательного тура «Родной мой край» говорим о полярной звезде детской телерадиоакадемии, и у нас в гостях ее директор Гоголева Татьяна Афанасьевна. Ну что ж, Татьяна Афанасьевна, перед выходом на рекламу мы остановились вот на трех главных требованиях к юному корреспонденту Академии. Вы сказали, что первый пункт... Самостоятельность. Да. Второй пункт – желание учиться, потому что режим тут совершенно другой. До обеда он получает профилактические процедуры. Знакомится, что такое массаж, что нравится всем детям в республике. Конечно, есть болевые, где дети лечат зубы, узкие специалисты смотрят. Кроме этого, с 11 часов идут лекции конкретно по здоровому образу жизни, что это такое. И после обеда, сытного, очень вкусного обеда, наших поваров Светланы Семеновны и дети едут уже работать. И, конечно, начинается режим творческого труда. Совершенно другой режим, потому что в школе, наверное, кто-то 6 уроков сидит, слушает, не слушает. А тут надо обязательно слушать, надо успевать писать темы, может быть, которые тебе немножко далековаты. Но ты должен это усвоить, это должен понять и еще написать дневники. Потому что, чтобы навыки журналистики были, человек должен то, что он увидел, пропустить через себя. Это очень сложно сейчас. И, к великому сожалению, в ваше время дети рассказывали лучше. Как-то, видимо, в школе были, может быть, немножко другие требования. А сейчас, с каждым годом, громкая речь, чтение, стихотворение становится немножко, ну, качеством ниже. Вот, допустим, с 97-го года я организовываю свою авторскую программу Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда». Я сейчас могу гордиться, что во всех населенных пунктах мы добились, что есть группа щецов, особенно мальчиков, которые мы, вот, в течение 21-го года эту культуру мы привили. Мы сейчас очень часто видим, как читают мальчики, девочки, очень много стихов. И в 97-м году, конечно, гордостью хочу сказать, мы это начинали. Было очень сложно, когда мы выезжали в Улусы на Улусные смотры, на оригинальные смотры. Мы просили, надо, чтобы о своей школе, о своем родном Улусе рассказали дети, ну, в форме литературного монтажа. А сейчас это стало нормой. Я считаю, что Академия внесла свою лепту, что рассказать о своем родном крае можно, о своих чувствах. И этому должны помогать, очень даже помогать литература, которая написанная уже нашими народными писателями, народными поэтами и, конечно, выходцами, талантами из народа. Да, Татьяна Афанасьевна, я предлагаю вернуться в 2000-й год указом первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. А была организована, создана Академия. Вот с того момента вы являетесь руководителем, директором этой Академии. Вспомним этот день, а как это произошло, какими идеями вдохновлялись и вообще как ведется вот работа. Ну, если сравнить вчера и сегодня, Академия вчера и сегодня. Да, это было очень волнительно. На президентской елке 2000-го года Михаил Ефимович Николаев сказал завтра в 12 часов дня переходите ко мне на прием. Надо поговорить. Конечно, готовясь к президенту идти на прием, это было очень волнительно. Я приготовила много-много документов. Как я к нему зашла, он, ну, это было по итогам республиканского конкурса «Полярная звезда», который уже собрал около 40 тысяч детей республики. За 97-й, 8-й, 9-й и вот 4-й год уже шел. И Михаил Ефимович, как я зашла, спросил, сколько вы себе оставляете зарплаты. Я обрадовалась от этого вопроса, потому что все считали, что, собирая взносы 100 рублей, 150 рублей, Гоголя в карман положила и уехала. Но это говорили те люди, которые не знают организационной работы. Что это такое, да? Дети по тысяче человек собираются. В Улусах впервые. Дома культуры учатся работать с тысячами людьми, да? Тем более с детьми, их родителями. Это было вообще новое событие. И я очень благодарна Михаилу Ефимовичу, что он доверил очень такое большое дело. И очень благодарна министру Евгении Саевне Михайловой, которая готовила этот указ, дала задание Михаилу Прокопьевичу Федорову. И я благодарна Евгении Саевне, Михаилу Прокопьевичу, что они до сих пор являются, Евгению Саевну, председателем попечительского совета, Михаилом Прокопьевичем, они являются до сих пор для нас попечителями. Они интересуются нашей работе, они помогают. Мы очень плотно работаем с Северо-Восточным федеральным университетом. И, конечно, такой программы в России не было. И я очень благодарна Сардане Владимировне Гоголевой и Павлу Николаевичу, которые у нас работали в организационном отделе. И вот после указа, после распоряжения правительства, положения Детской академии «Полярная звезда» основу всю эту сделала Сардана Владимировна Гоголева. И вот из года в год я поражаюсь их знанием, перспективе их роста, как они очень хорошо моё устное хотение перевели вот эту вот в письменную и в законодательную базу. И во всём, конечно, юридическая правовая форма является очень главным аргументом, документом. И вот десятилетие указ президента Владимира Владимировича Путина, я думаю, что даст очень много импульсов для развития по работе детьми. Ведь в жизни вообще всё делается. Добываются алмазы, строятся школы, больницы, заводы. Это всё для будущего поколения. Да, Татьяна Афанасьевна, здесь за всё это время через академию прошло очень много, очень большое количество детей. И как помнится мне, каждый образовательный тур собирал около 50-60... Учащихся. Да, учащихся со всей республики. И, конечно же, в таком большом коллективе все были разные. Кто-то был больше творческого плана, кто наоборот. И такой вопрос. Важна методика, конечно же. По какой методике вот работает детская академия полярная звезда? Ну, конечно, каждый человек, тем более новое дело, российских образовательных программ для академии не было. И я, конечно, руководствовалась своим опытом. Ну, во-первых, как мама шестерых детей. И, конечно, благодаря своей учительнице, первой, Марии Петровне Бумякиной, будучи ученицей первого класса, я пришла диктором якутского радио. Вот. С восьми лет я в эфире якутского радио и телевидения, получается. Ну, потом получилось так, что у меня папа рано умер. И волей судьбы я поехала в Чуропчу. И благодаря моей учительнице Галине Николаевне Пономаревой и ее мужу Михаилу Чуросову, да, я попала в Чуропчу. И этому еще подпутно помог мой зять Афанасий Белых и мой одноклассник Василий Попов, который уже там учился. И Галина Николаевна написала своему другу, директору школы Василию Федотовичу Ермолаеву, очень прекрасному человеку, что вот Таня Гоголева из многодетной семьи, с братьями, примите ее в школу-интернат. А это великая школа. Школа-интернат имени сейчас Дмитрия Петровича Коркина. Тогда она была имени Семена Андреевича Новгородова. И я благодарна, очень благодарна всему коллективу этого интерната, который, наверное, воспитал нас. Я уже, когда работала с вами, я уже знала, что такое жить в интернате, что такое быть в лагерях. Сама я старший ребенок многодетной семьи, сама я мама многодетная. И поэтому я к вам, к каждому ученику, я отношусь как к собственному рубинку. И скажу только из того соображения, ну, чтобы была польза. Может быть, некоторые меня и в строгости могли бы ругать. Но я благодарна твоим родителям. Одному, кому очень крепко попало это был ты. Мы сейчас историю распространяться не будем, да. Но я благодарна родителям. Мы с папой вроде бы твоим крепко поговорили. Он меня понял. И ты с шестого класса не пропустил ни одного образовательного тура вплоть до мировой цивилизации. Вот, потому что работа с ребенком, я вот, когда мы с Павлом Астаховым встречались, я всегда говорила. И сейчас говорю, но сейчас идет работа благодаря нашим вот работникам, да, государства. Есть закон о правах ребенка. И я Астахову говорю. А где же обязанности учащихся и обязанности родителей? Ведь не секрет, что многие родители сейчас, пользуясь только правами, забывая о своих обязанностях, меньше стали уважать учителей. Это очень обидно. Ведь только учитель по твоей жизни, кому ты попадешься, но очень много играет роль в твоей судьбе. И, Власий, ты меня извини, что я сейчас немножко отойду. Отойду. Во время съемок мы выехали в один из дальних улусов. Собирали материал в профессиональном техническом училище, я не буду это называть. И, значит, руководители меня сопровождали, мы говорили об организационных работах. И я сказала, ну вот уже заканчивается работа, как же я не встречусь со студентами и уеду. Забегаю я в класс, в аудиторию, сидят парни. И я спрашиваю, кто вы? Я хотела узнать, ну, какой факультет, какое отделение. И один парень лежит и говорит, отброс у общества, которые не поступили в высшее учебное заведение. И я просто ахнула. Говорю, как? Вы же гордость родителей. Сколько родителей были рады родить вас? Сколько родителей, сколько учителей, сколько вложили в вас? Да вот наши учителя так сказали. Я говорю, такой учитель не имеет права работать ни в школе, ни в училище, ни в университете. Учитель должен видеть только перспективу, уметь постараться даже вот с первого взгляда. Вроде бы неталантливый, бездарный ребенок, да? Но в нашей академии мы любим всех. Кому-то уделяем больше внимания. Потому что если ребенок заика, с ним надо очень долго заниматься, чтобы он стал уверенным в себе. Я сейчас горжусь одним учеником, который был большим заикой. Но сейчас он стал очень хорошим профессионалом своего дела. Да, мы очень рады за них, мы рады за вас. Спасибо большое, Татьяна Афанасьевна. От лица всех выпускников академии я благодарю вас. Мы все очень безмерно благодарны вам. Ну а мы с вами, дорогие телезрители, увидимся на следующий день. Смотрите НВК Саха, смотрите летний эфир. Будьте здоровы!